В Рюэй-Мальмизон под Парижем вновь ожила эпоха полководца Наполеона Бонапарта. Сотни любителей истории воссоздали события двухвековой давности – заключения тильдийского мира между российскими и французскими императорами. «Это праздник мира, праздник для императрицы, для меня, для великой армии, для Франции и всей Европы». В роли Наполеона выступает американец. Его мать француженка, и сама Франция ему как родная. «Я изучал историю французских военных 18-19 веков. Я полюбил её с детства. Когда мне было три года, у меня появился первый игрушечный солдатик Наполеон. Моя мама говорит, что я всегда обожал Наполеона». В исторической реконструкции участвуют 2000 человек из 16 стран. Временам Наполеона соответствуют и наряды, и оружие. Даже еду готовят по старинным рецептам. «Идея в том, чтобы показать, как салютовали солдаты, как Наполеон обращался со своими штабными офицерами, как одевались придворные дамы, какие у них были платья. Поэтому мы полностью в той атмосфере. Это не театр, но похоже на игру актёров на сцене». Большинство участников – любители истории и военных сражений. «Нам всем это нравится. Почему? Потому что мы играли в солдатиков, а теперь сами солдаты. Мы живём сейчас, как в те времена. Встречаем много людей, общаемся друг с другом. В этом участвуют люди со всего мира. Мы общаемся, и это очень интересно». Участники реконструкции провели торжественный парад, посвящённый 210-й годовщине заключения Тильзитского мира. Соглашение было подписано в 1807 году в Тильзите. По его условиям Россия признала все завоевания Наполеона, и обе стороны обязались помогать друг другу в наступательных и оборонительных военных действиях. После этого французский полководец начал более уверенно хозяйничать в Европе. Спустя пять лет, во время Отечественной войны 1812 года, Россия полностью разбила наполеоновскую армию.